Еще раз добрый вечер. Сегодня мы начинаем цикл наших школ, которые посвящены новичкам. Так называется школа новичка. Еще раз хочется вас всех поздравить, новичков, кто принял решение работать в компании Reflame. Не просто брать себе со скидкой, а именно работать и зарабатывать. Сегодня мы поговорим о первых шагах, которые должен делать новичок. Вообще, когда я приглашаю, я всегда говорю, что в компании Reflame сбываются все ваши мечты. И сегодня я хочу начать именно с цели и с мечт. Многие консультанты здесь присутствующих видели, что я в начале января делала калашные в СТО. Я делала калашные, от кого ничего не скрывала, все показывала, рассказывала. И когда я приглашаю людей, я всегда их спрашиваю, какие у вас мечты, какие у вас цели, что вы хотите, как вы живете так, как вы хотите, или вы хотите что-то исправить в своей жизни. И вот такое высказывание. Все люди делятся на две категории. Тех, кто готов на все родить цели и на всех остальных. У многих целей, ну у всех практически есть цели, но не все к этим целям стремятся. Ну да, я хотел бы вот такую машину, я хотел бы вот такую квартиру, но живу в том, что есть, что получилось, что досталось. Зачем напрягаться ради чего-то. Вот есть такой способ, да, это калаш, калаш мечты. План мечты там по-всякому называется. Ну, не суть важно, какое название, а важно в том, что это работает. И я давно уже хотела в чате написать и так поделиться, но сегодня вот скажу всем вам, что калаш я делала, запустила 4, по-моему, 4 января. И что самое интересное, у меня сразу же на следующий день начали сбываться те мечты и цели, которые там были прописаны. Вот, наверное, ну не прошло еще и месяца, процентов 30 у меня уже сбылось. Честно говоря, я не ожидала такой скорости, но меня это очень радует. И, скорее всего, наверное, летом придется мне уже переделать, если не раньше, придется переделать калаш с более такими, наверное, дерзкими мечтами и целями, чем я там написала. Как это все делать? У нас есть на нашем канале YouTube, я, как всем уже вчера говорила, подписывайтесь на канал. Для этого нужно сделать аккаунт в Google. Кому надо, я пришлю ссылочку на это видео. Вот там есть, набираете там Зухра, Овчинникова Зухра, калаш, калаш мечты. Все очень подробно у нее все расписано. У меня это заняло, ну, в течение трех дней я сделала, но тратила на это очень мало времени. И сразу скажу, что картинки можно найти в каких-то журналах. Я распечатывала через интернет. У кого есть возможность, печатайте через интернет картиночки, то, что вы хотите. Это вот не мой калаш, это просто калаш, я знаю, из интернета, чтобы вам показать примерно, как это все должно выглядеть. По зонам, по цветовой гамме, все это нужно сделать. То есть для чего? Для того, чтобы вы знали, зачем вы пришли в компанию Reflame, для чего вам это надо. Это, да, как бы, я пришла там, многие говорят, я пришла за деньгами. Зачем тебе деньги? Ну, просто деньги. Просто деньги. Они никогда не придут. Деньги приходят только на то, на конкретное что-то, на что вам надо. Это все нужно прописывать. Прописывать тоже нужно правильно. Если у кого-то возникнут вопросы, пишите в чате, я вам отвечу. И будет полезно и для вас, и для всех остальных. Поэтому, дорогие мои консультанты, лидеры, обязательно сделайте это. Это очень помогает в работе, и вы сами определитесь с тем, что вы все-таки хотите. Дальше. В чем заключается наша работа? То есть вот вы пришли, да, вы заключили договор с компанией Reflame. Кто-то сделал личный товарооборот, кто-то еще не сделал. И всех волнует вопрос на первом этапе. Что же нужно делать? В чем заключается наша работа? Первое – это, конечно, обучение. Обучение – это основа вообще всего. Обучение – это, ну, я не знаю, без него никуда. Вот представьте, что вы просто пришли на какую-то любую работу, другую, да, не в Reflame. Что вам там нужно? Вы для этого что? Ну, по крайней мере, там проходит стажировку, это как минимум. Еще, если вспомнить, да, что мы закончили школу, что мы закончили какое-то учебное заведение, да, и пришли мы вот на работу. То есть для этого все равно, чтобы устроиться на какую-то работу, нужно учиться, да, или хотя бы проходить стажировку. Вот здесь то же самое – обучение. Наше обучение, оно связано с чем? И обучаемся мы на менеджер сетевого маркетинга. Такая специальность внесена в реестр специальностей по России, и указ был подписан Путином в начале 2000-х годов. Поэтому это все официально, это все у нас прописано. Что мы делаем второе наше действие? Второе действие – это рекрутинг, то есть приглашение наших знакомых. Дальше я вам буду разъяснять все это. И третье действие – это знакомство с продукцией. Но без этого никуда, да. Вот сегодня только проводила собеседование по телефону, сказала, что хотим мы или не хотим, но любой компанию что нужно – товарооборот. Без товарооборота, ну ничего не получится. Мы будем просто регистрироваться, и называю это переписью населения. И от этой переписи населения ничего у нас не прибавится. Поэтому знакомство с продукцией. Вот из этих трех пунктов я даже не знаю, что должно быть на первом месте, что на втором и на третьем. Мне кажется, все это должно быть на первом месте. Разберем такой словарик новичка. Что такое бал-бонус? Бал-бонус – это внутренняя денежная единичка компании, потому что компания работает в 62 странах мира. И чтобы легче было все просчитывать, все выплаты и скидки, бонусы, компания, вот мы считаем не по деньгам, мы считаем по бал-бонусу. Приблизительно он равен 35 рубля. Следующий термин такой – теплый рынок, холодный рынок. Это методы работы. Теплый рынок – это мы работаем со своими знакомыми, холодный рынок – мы работаем с незнакомыми, да, с теми, кого мы не знаем. Стартер – это новичок, которого еще только зарегистрировался, но у него нет заказа. Рекрут – это новичок, который разместил заказ больше, чем на один бонус балл. Ну, неважно, какой заказ, он рекрут. Кьюар – это квалифицированный рекрут с заказом от 100 баллов и выше. Для того, чтобы квалифицироваться, нужно, чтобы у нас был заказ 100 баллов. Это для новичков. Если мы будем делать больше заказа, квалифицированный, мы все равно будем считаться, но там уже другие будут плюсы. Рекрутинг – это поиск и приглашение новых людей. ЛТО – личный товарооборот. СПО – сервисный пункт обслуживания. Вебинар – трансляция обучения через интернет. Мы видим вас, нас никто не видит. То есть вы меня все видите, все меня слышите, я вижу только то, что вы пишете и то, сколько человек зашло. Больше я никого не вижу. Поэтому, когда вы приглашаете новичков, кандидатов на вебинар, вы им объясняете, что вас там слышать никто не будет, прически и наряды наводить ничего не надо, просто сиди и слушай. Потому что не все знают, что такое вебинар и как он проходит. Ну а теперь вернемся к нашим действиям. Обучение. Как я уже сказала, обучение – это один из самых главных пунктов в нашем работе, в наших действиях. Как мы обучаемся? Обучаемся через вебинары онлайн или онлайн по расписанию или в записи. Я уже сказала в начале нашего вебинара, что онлайн у нас каждый день проходит в 9 часов, будет проходить такое обучение. В записи у нас это обучение будет проходить, ну, когда вы посмотрите, то есть ночью или рано утром, ну, наверное, Валя Стоценко пока у нас будет выкладывать эти вебинары на наши чаты. Наш чат есть также в Одноклассниках, но там достаточно мало у нас находится, практически нет никого. В основном все ВКонтакте. И сейчас Валя про Телеграм. Вот опять же обучение – это чаты, да? Сейчас вот я буду говорить про чаты. Да, и в Скайпе есть еще. Вот смотрите, мне очень хочется, чтобы мои ключевые консультанты все-таки скачали себе Скайп. А для чего это нужно? Во-первых, в Скайпе мне легко, ну, не только мне, всем очень легко показывать демонстрацию экрана. То есть если что-то не получается в чем-то, по демонстрации экрана можно легко объяснить. Во-первых, это бесплатно, и, во-вторых, ну, как бы можно выйти на связь и сидеть там, я не знаю, сколько. В Скайпе еще мне очень нравится то, что мы можем общаться голосом, задавать любые вопросы. Можно с картинкой, с видео, да, можно без видео. Если вы не хотите, чтобы вас видели, выключаем значок видео и просто разговариваем. Это, ну, продуктивнее в какой-то степени бывает. Я, конечно, понимаю, что не всегда вы можете прямо вот сидеть, да, кому-то проще ВКонтакте написать. Но если есть какие-то вопросы, требующие, ну, детального рассмотрения, то все-таки лучше это делать в Скайпе. И Телеграм. Конечно, я вот тоже перешла в Телеграм, деваться некуда. Сервисный центр у нас весь перешел, все чаты перешли из Скайпа в Телеграм. Пока, честно говоря, я не поняла всей прелести, я пока просто просматриваю. Не совсем разобралась в этом, но говорят, что там также можно звонить, также можно общаться. И в разы это быстрее по скорости проходит. Но разберемся и постепенно тоже перейдем в Телеграм. Валя у нас... Юль, я не знаю, как в ВКонтакте можно общаться голосом. Подскажешь, первый раз слышу. Валя нам подскажет, как нам с Телеграмом разобраться, будет подсказки скидывать, да, Валь? И мы тоже будем изучать новые. Но я так думаю, что если все перешли в Телеграм, лидеры, да, то, я имею в виду, других параллельных структур, многие тоже перешли в Телеграм, и там какие-то тоже есть и чаты, и все-все-все, то, наверное, это в какой-то раз им удобно, значит, это выгодно. Следующие наши источники обучения – это наш сайт. Многим я вот скидывала, да, наш сайт и писала пароль для входа для партнеров, там, 0511. Сейчас я это всем говорю, потому что вы все партнеры считаетесь. Вот я, наверное, так думаю, напишите, пожалуйста, кто заходил, кто там просматривал, как насчет Инстаграма. Игорь, я пока ничего не могу сказать про Инстаграм, честно говоря, у меня пока вот руки не доходят до него. Я хочу начать там разбираться. Честно, пока вот никак. Пока с Телеграмом разбираемся, пока с контактом обучение. Вот у кого получается с Инстаграмом, кто там очень хорошо разбирается, я буду прям очень вам благодарна, если вы нас будете обучать. Мы можем вам также выделить время вебинарной комнате, и с демонстрацией экрана вы нам сможете, если сможете, все показать. Мы прям будем вам очень благодарны, чтобы нам самим не тратить на это время. Вернусь к нашему сайту. Наш сайт – это сайт «Формула успеха», который я вам всем скидывала. Там очень много информации, и там есть также уроки для новичков. Урок 1, урок 2 и так далее. Напишите, пожалуйста, кто проходил, кто хотя бы открывал эти уроки, кто хотя бы просматривал. А кто прошел эти уроки, то вообще прям аплодисменты будут громкие-громкие. Кто не получился, тоже напишите, чтобы я хоть была в курсе у кого что получается, кто на какой стадии находится. Вот этот сайт, все там есть, там и ссылочки, все-все-все есть. Просто нужно сесть и разобраться в нем. А все эти ссылочки, которые там есть, вы можете своим… которые у вас все равно у всех будут консультанты, да, вы их можете также потом скидывать. Смотрели, замечательно. Вы также можете брать оттуда ссылочки и скидывать для обучения своим консультантам. «Бизнес-книги». Я скинула сегодня ссылки на «Бизнес-книги». Книги там по возражениям в основном были. Еще есть на этом же, на нашем сайте «Формула успеха» есть такие книги, как ссылки на книги «Бизнес-трафарет» «10 уроков на салфетках». «Бизнес-трафарет» я прямо рекомендую всем прочитать. Не взглянуть одним глазком, да, не пробежать, а прочитать. И тогда у вас просто поменяется отношение вообще к сетевому маркетингу, отношение к «Рефлейм». Там все так подробно написано, ну, 30-40 минут. Но если вы медленно читаете, час у вас времени уйдет на то, чтобы прочитать, понять и разобраться в том, что там написано. Я вообще считаю, как бы, мое твердое убеждение, что нельзя начинать бизнес в сетевом, не прочитав такую небольшую прошуточку «Бизнес-трафарет» и «10 уроков на салфетках». Поэтому запишите, если вам трудно запомнить, запишите и смотрите, читайте эти книги. Их можно также и как онлайн почитать, можно распечатать, кто читает. Да, Игорь, я тоже рада этому, что можно общаться. Так, и что у нас с корпоративной сайта «Рефлейм»? Вот у всех есть личный кабинет на компании «Рефлейм», правильно? Все мы заходили, все мы там, ну, практически уже все делали заказы, да, здесь сидящих, да, все делали заказы там. Просто замечательно. Но не все мы знаем, что сайт очень информативный, очень. И там есть много, там и презентации каталога можно скачать, чтобы самим не искать, ничего там не придумывать. И информацию по каталогам, информацию по акциям, ну, все, там очень много. Вот у меня тоже такая большая просьба, повазите по этому сайту, изучите его. Там, вот знаете, с чего нужно начинать? Наверху есть такая вот строчечка, где написано «Заказы», «Мой бизнес», там еще чего-то, да. Вот нажимаем вот на эти вот клавиши, да, и у вас выходит с левой стороны такая колоночка, где все написано. И там прямо вот видно, да, что если стоит рядышком такой треугольничек, то, значит, под, допустим, управление структуры, треугольничек стоит, нажимаем на управление структуры, под ним выходит еще много-много чего. То есть там можно брать и информацию о структуре, информацию о баллах, о личных, ну, там очень много. Поэтому корпоративный сайт «Орифлэм» — это просто вот кладезь информации. Следующее обучение — это рекомендации спонсора. У каждого у вас есть свой спонсор. Если спонсор вам говорит, что нужно делать там вот это, 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 то нужно это делать. Потому что спонсор — это человек, который пришел раньше, может, чуть раньше в компанию, да, может, вы вместе пришли, тогда вы, как бы, ну, вместе работаете, советуетесь. Но если человек уже достаточно долго в компании, то прислушивайтесь к рекомендациям спонсора. Ну, спонсор, наверное, заинтересован в вашем росте больше, чем вы сами, уж поверьте мне. И спонсор плохого не посоветует. А еще обучение мы для обучения используем канал YouTube. Напишите мне, пожалуйста, кто подписался на этот канал. Я узнаю, что Игорь у нас создал аккаунт, но не знаю, подписались они или нет. Напиши, Игорь, пожалуйста. Для чего нам нужно? Для того, чтобы мы были вообще в курсе всегда и могли легко заходить на этот канал, да, чтобы мы видели все, что там происходит. Еще я там отмечаю иногда понравившиеся, смотрю какие-то видео, отмечаю понравившиеся, они там тоже, по-моему, должны высвечиваться. Валя, скажи, должны или нет, по-моему, должны высвечиваться. Я вижу, по крайней мере. То есть у нас достаточно много вот таких ресурсов, где мы получаем обучение, да, и онлайн, и оффлайн. Если не закрытые они. Ну, я вот вижу, что я думаю, какие я отмечаю понравившиеся. Что хочется сказать про оффлайн, то есть, ну, вживую. Есть люди, которые не совсем, ну, не могут, не то, что не совсем, не могут без живого общения. Если вы чувствуете потребность в том, чтобы пообщаться вживую, пожалуйста, пишите мне в смс-ки, звоните им, назначайте встречи, будем общаться. Я только за. Я люблю работать и оффлайн, и онлайн, и как бы сейчас, вот я уже, так, не вижу разницы между этим. Так, сейчас я заберу. Все, пошла запись заново. Ага, не надо было мне начать. Ну, ладно, забыла уже на что нажимать. Переходим к следующему слайду. Следующий слайд у нас про рекрутинг. Да, это, как я уже говорила, второе наше действие – это рекрутинг. Что мы здесь смотрим? По рекрутингу мы выбираем… Что такое рекрутинг, всем понятно, да, это приглашение людей, знакомых, незнакомых, неважно, и объяснение им того, чем мы занимаемся. Звук у всех появился, да? Угу. Ну, это я просто не на ту кнопочку нажала, извиняюсь. Что такое рекрутинг, я объяснила. Как мы рекрутируем? Вот смотрите, у нас этому будет посвящена отдельная тема. Сегодня просто вскользь рассказываю, что нужно делать, да. Выбираем один-два вида рекрутинга. Это холодный или теплый рынок. На холодном есть свои методы рекрутинга, на теплом есть свои. Холодный – это в основном соцсети, раздача каталогов, листовок, там, звонки просто там незнакомым людям. Это все холодный, теплый рынок – это список знакомых рекомендаций. Сразу говорю, если вы хотите быстрого роста, работаем на теплом рынке. Более быстрого роста я нигде еще не видела. На холодном нужно иметь очень, как бы, хорошую подготовленность к возражениям, потому что отказания всегда будут, и не всем они очень нравятся. Да, иммунитет. Теплый рынок работает быстрее. Если вы хотите сразу быстро выйти на какой-то результат, мы работаем на теплом рынке. И еще есть метод рекомендации. Этот мы тоже… В среду, скорее всего, у нас будет тема, где мы будем рассказывать про рекрутингу. И еще один из способов. Допустим, у вас есть кандидат, который сомневается, да? Вот Настя мне дала номер телефона, я позвонила, девочка согласилась. Я так понимаю, что она сомневалась. Есть еще такое, когда можно общаться по скайпу втроем, ну или, как вы теперь выяснилось, по ВКонтакте можно общаться, не знаю, втроем или вдвоем. Почему втроем мне нравится больше? Потому что вы слушаете, что говорит ваш спонсор, вашему кандидату и обучаетесь. То есть вы не просто слушаете, а вы запоминаете, что он вам говорит, что он говорит вашему кандидату. И через 2-3 таких собеседований вы уже легко можете разговаривать со своими людьми на таком же языке. Вот еще Настя мне напомнила, сегодня, пока я набивала заказы, ко мне добавилась ВКонтакте девушка, по-моему, с портретами, там в группу вступите, все. И я вот уже, наверное, на автомате. Но это приходит с опытом. Но поверьте, если вы это будете делать каждый день и хотя бы 5 часов в день, у вас опыт этот быстро появится. Да, сначала тяжело, сначала не получается, там отказы и все такое прочее. Ну, просто вот, да, нет, следующее, пожалуйста, и не обращаем на это внимания. Написала девушка, да, что вот я ищу свою команду молодых амбициозных парней и девушек для развития своего бизнеса. Обучение бесплатно, результат гарантирую при выполнении вами всех моих рекомендаций. Если вам интересно, напишите в ЛС или по телефону. Она написала там какие-то вопросики, ну, что это за бизнес, там, чем заниматься. Естественно, вот в переписке я не буду это говорить, потому что я не слышу ее голос, я не слышу ее эмоции и не всегда понимаю правильность заданного вопроса. Да, вот в переписке не всегда это можно понять. Поэтому я и написала, скинь мне, пожалуйста, свой номер телефона, я тебе перезвоню, вот мы договорились, на завтра будем разговаривать. То есть, понимаете, вот рекрутинг, это не вот я выделю 2 часа в день и буду рекрутировать, да, вот там с 12 до 2 я рекрутирую. Рекрутинг у вас должен быть всегда. Каждый, вот, я не знаю, проснулись и начинаем рекрутировать, и ложимся спать, заканчиваем рекрутировать. То есть вы пошли на улицу, вы встретились там в песочнице, да, с ребенком гуляете, встретились там с мамочками, что-то там сказали. Не обязательно говорить, ну, все, пошли в Арифейн. Нет, этому, как я уже сказала, будет посвящена другая тема. Но вы всегда должны знать, что любой ваш разговор, любое ваше общение должно косвенно как-то вот касаться того, чем вы занимаетесь. То есть забросить какую-то удочку, да, интригу, создайте интригу. Опять же, все это приходит с опытом, не бойтесь, все у вас получится, если это делать. Все получается, если это делать. Следующий слайд, знакомство с продукцией. Ну, вот здесь вот наше любимое ЛТО, да, наше любимое 150 баллов. Девочки, которые вот недавно у меня пришли, поначалу, конечно, поначалу всем, очень редко, наверное, бывает людей, кому прямо, ой, легко, да я сделаю, да все там, все у меня получится. У всех вопросы, а как, а зачем, а почему, а сколько, а чего, ну, такие вот вопросы, они возникают у всех. Что нам делать, чтобы у нас всегда было 150 баллов? Ну, опять же, это... Я немножко, Валь, затрону эту тему. Вот завтра будет вебинар ЛТО, да, несколько способов, как сделать 150 баллов. Я просто скажу, на что обращать внимание. Первое, что мы делаем, изучаем каталог и смотрим вебинары о продукции. У нас вот будут такие вебинары проходить, то есть, пока мы их не будем с утра пускать, хотели вот утром, но не получается, мы их в записи просто будем вот в чат выкладывать и смотрите о продукции, там, 10-15-минутные вебинарчики. То есть, мы изучаем каталог. Прежде чем вообще что-то делать для себя, заказывать там к подружке с каталогом, неважно, мы его должны изучить. Есть еще у нас справочник о продукции. Игорь, если с тобой рядом с Титуолей, попроси ее написать код этого справочника. Очень много информации... Просто сейчас не помню, он у меня в СПО находится. Очень много информации находится о продукции в этом справочнике. Вопрос был задан, да, чем шампуни отличаются? Почему такая цена? Чем отличается этот шампунь от этого шампуня? Вот это все есть у нас в справочнике о продукции. Еще раз напоминаю, всегда буду говорить. Есть ли вот... Ну, у нас сейчас вся структура, которая сейчас в отрадном, да? Ну, так как все-таки бизнес, мы еще будем параллельно... Девочки, запишите, кому надо этот код. Так как мы еще будем параллельно все-таки работать и онлайн, в принципе, что я и делаю, да, у меня есть консультанты из других городов, то мастер-класс мы тоже запишем и покажем в вебинар, но все-таки если у вас есть возможность посетить этот мастер-класс в СПО со своими консультантами, клиентами, там, самим хотя бы пройти, то его нужно пройти обязательно. Если нет такой возможности, закажите продукцию и дома его себе проведите, соберитесь с подружками и проведите этот мастер-класс. Вот более лучшего, я не знаю, там, способа сделать личный товарооборот, я не знаю. Клиенты, вам в помощь. Многие, да, уже сделали заказ, многие раздали его своим клиентам. Спрашивайте, девочки, рекомендации. Не рекомендации, а спрашивайте ощущения. Ощущения. Что понравилось, как пользовался, какие ощущения. Вот все обязательно спрашивайте, потому что всей продукцией пользоваться, ну, нереально, да, на себе испытать. Даже по возрасту. Есть 45+, есть 25+. Я рада, что мне скоро будет 45+, и я могу практически пользоваться всем, что есть по уходу за лицом в компании Repair. Ну, кстати, скоро выйдет новая серия 50+. Вот. Поэтому, а тем, кого 25+, и, допустим, женщины за 40 будут спрашивать, а как этот крем работает, а как тот крем работает, вы не можете сказать. Но если у вас есть клиенты, которые этим пользовались, то, пожалуйста, можно сказать, что вот мои клиенты брали, пользовались, у них такие-то вот ощущения, такой-то результат им очень понравился. Если вы делаете ЛТО 100 баллов, что вы будете иметь? Вы будете иметь просто подарки за шаги. Если вы это делаете на клиентах, то есть продаете по цене каталога, то плюс еще будете иметь деньги с продаж. Ну, честно говоря, там небольшие деньги, рублей 700-800 максимум. Вот смотрите, подарки за шаги. Вот я очень хочу, чтобы все новички, которые зарегистрировались, которые будут регистрироваться, они получали эти подарки. Выгода от получения этих подарков 12 с лишним тысяч. То есть, вот здесь у меня не написана цена, но есть на канале YouTube мой вебинарчик небольшой, там написано ЛТО 100-150, там очень подробно все написано. Поэтому посмотрите и узнаете, откуда берется эта прибыль. Ну, видно уже даже, да, за четвертый шаг, вообще витамины, сыворотка и туалетная водичка всего за 199 рублей. Это вообще просто суперские подарки. Когда вы будете делать ЛТО 150 баллов, что вы будете иметь? Подарки, плюс дополнительно 12% скидки в следующем каталоге, плюс 50% скидку на один любой продукт через два каталога выполнения 150 баллов. И в следующей категории есть Wellness. Это отдельная категория, которой будет посвящена у нас очень тоже много вебинаров. Очень интересная категория Wellness. Что я хочу про нее сказать? Сегодня был вопрос, да, как можно заказывать. Вот смотрите, можно заказывать Wellness, каждый каталог писать, да, что, допустим, в этом каталоге я захожу витамины, в этом каталоге там астаксантин, в следующем еще что-то. Кстати, будет у нас новинка в категории Wellness, кальций. В каком каталоге, не знаю пока. Так, еще, знаете, что хотелось сказать? Итак, у нас вот скоро будет вебинар, в среду, по-моему, от компании с условиями и с новинками. Обязательно посмотрите, обязательно посетите этот вебинар, у кого получится, он будет проходить днем. Вот. Про Wellness вернемся. Что по Wellness? То есть можно оформить подписку внутри своего номера, и вы можете получать каждые три каталога, допустим, оформили подписку на коктейли. Курсы меняем, каждые три каталога мы получаем, дополнительные коды не пишем. Четвертый каталог приходит в подарок. То есть, если посчитать, то это будет, во сколько, я не знаю, придет на почту. Вот, еще раз напоминаю, проверьте правильность написания почты, приходит ли вам на почту письма от компании Reflame. А вот эта рассылка будет завтра происходить, и всем должна прийти рассылка с ссылкой на вебинар, и во сколько это все будет проходить. Вот. Поэтому Wellness можно заказывать как отдельно, так можно оформить подписку. Подписка оформляется, вот, скорее всего, на витамины, на все, на коктейли, на супы, и на детские. Омега, и на детские витаминчики. Поэтому обязательно попробуйте, обязательно послушайте вебинары. Очень полезная вещь это Wellness. Как сегодня одна девушка сказала, говорят, здоровье не купишь, но если покупать Wellness, то и здоровье будет. Вот, поэтому пользуйтесь. И есть уже результаты, если кому надо, очень срочно прослушать эту тему, обращайтесь, обязательно помогу. Какие у нас особенности в работе? Строим бизнес мы совместно. То есть, никого мы не бросаем. Обязательно помогаем всем. Наша помощь больше содержится в консультации, в информации, в направлении ваших действий. Вот здесь хочется особо обратить внимание, что за вас этот бизнес, ваш бизнес, никто не построит, никто не сделает. я готова помогать, я готова вот днем и ночью работать, если от вас будет идти, ну, так скажем, поддержка, поддержка в людях, да, я готова обучать вас, готова обучать ваших людей, но за вас, ваших людей, я не приведу. Если я приглашаю человека, я лично, да, то я заинтересована в его росте. Естественно, я буду работать с этим человеком. если, допустим, человек говорит, я хочу, хочу, а в итоге ничего не делает, извините, я буду работать с другим человеком. То есть просто я хочу, я вот этого там достигну, я вот это сделаю, а действий нету, то есть результатов нету, в течение хотя бы каталога, да, я вот смотрю. Если человек не делает, не приглашает, тогда, извините, будем работать с другими людьми. Если человек приглашает, но у него никто, допустим, не регистрируется, там, или еще что-то, но я, но у меня дает номерателефон, там, он меня приглашает в офис, там, ну, вижу, что человек делает, тогда мы работаем уже по-другому. То есть для каждого человека, ну, как бы свой алгоритм действия разработан. поэтому, дорогие коллеги, консультанты, бизнес-партнеры, все зависит только от вас. За вас пригласить ваших людей я не смогу. Дальше, пройти верификацию. Вчера уже объяснял, да, верификация нужна нам для того, чтобы вы смогли регистрировать людей, указав свой регистрационный номер, и чтобы в дальнейшем, когда вы уже будете строить бизнес, когда у вас уже будет скидка, зарплата, да, вы смогли ее получать. Если вы не пройдете верификацию, ни того, ни другого, вы делать не сможете. Желательно проходить ее в начале каталога, потому что в конце, ну, бывает очень проблематично. В конце каталога вот мы регистрировали, было очень проблематично. Женю мы зарегистрировали, я не знаю, с какого там, раза 25-го, наверное. Дальше, наша зарплата, от чего все-таки идет наша зарплата? Это процент от группового товара оборота. То есть, все, что сделала ваша группа, вы получаете от товара оборота вашей группе определенный процент. Ну, сейчас я не буду вам это говорить, опять же, у нас, по-моему, есть уже такой записанный вебинар на канале, если нет, мы его обязательно запишем. Валь, напиши, по-моему, есть, да? где у нас все это расписано, все это показано. Так, сейчас мы немножечко при... Так, все, запись пошла дальше. Следующий слайд. Какие у нас правила? Правила у нас простые. Мы команда, мы работаем все вместе. Поэтому я говорю, пишем в чате все, все, какие у вас вопросы есть. вопросы задаем в позитивном русле. Негатив не приветствуется. Ну, позитивные люди дольше живут, скажем так. Поэтому, если меня нет, то ответят вам другие, да, консультанты, кто знает, кто сведущий в этих вопросах. Сегодня помогают тебе, завтра помогаешь ты. Вот опять же, возвращаясь, да, сегодня спрашиваешь ты, ты уже все это знаешь, завтра регистрируются новички, они это не знают, ты помогаешь им. Я думаю, что здесь смысл понятен, да. Самый глупый вопрос, это не заданный вопрос. Пожалуйста, задавайте вопросы. Я очень рада, когда мне Юля и Настя пишут вопросы. Я очень этому рада, я прям вот счастлива от того, что они пишут мне эти вопросы. Пожалуйста, задавайте, что вам непонятно, какие-то мелочи даже, вот любые мелочи, которые вы не выясните, вам потом принесут негатив и не будет энергии для дальнейших действий. Поэтому самый глупый вопрос, это не заданный вопрос. Опять же, возвращаемся к обучению, да, постоянно обучаться. И что самое главное, обучились, книжечку отложили и дальше пошли заниматься своими какими-то делами, да. Нет, и вы сразу же все это делаете, пожалуйста, на 100%. Прочитали книгу о возражениях, применили, да, что, если вы не знаете, где применить возражения, ну, пригласите кого-нибудь в бизнес, пригласите в проект кого-нибудь, и вам посыпется столько возражений, что вы сразу найдете применение той книги, которую прочитали. Вот. Поэтому, я не знаю, что еще вы там узнали сегодня нового, да, прочитали бизнес-трафарет, поняли, в чем смысл MLM. Кто-то вам отказал уже, кого-то вы пригласили, позвоните еще раз и скажите, вот я вам хочу рассказать, что такое MLM, там, вот сегодня я об этом узнала. Ну, я не знаю, там сами смотрите, но сразу же применяйте все, что вы сегодня получили на практике, иначе это потом работать не будет. И еще, пожалуйста, ну, вот такая рекомендация 100 дней стажировки. Кому-то больше, кому-то меньше надо, ну, вот рекомендация 90-100 дней, ну, 100 цифровых, кругленько написала 100 дней. Что такое стажировка? То есть, делайте действия 100 дней. Главное дело действия, не просто висеть, да, ой, я сделала 150 баллов, ну, наверное, на этом вот бизнес там вот у меня вот идет, да, там вот другие что-то делают. Нет, делайте, и вот так запланируйте себе действия, что вы будете. есть, вот Валя сказала, что есть про проценты, путь от новичка до директора, так называется. Это про проценты, на каких процентах, сколько платится. На нашем канале YouTube, зайдите, посмотрите. Вернемся к стажировке. То есть, вы запишите, с какого дня вы зарегистрированы, с какого числа. Запомните, ну, правда, компания потом напоминает вам через год, что вы в этот день зарегистрированы. Запомните и отсчитайте 100 дней. Поставьте на вот календаре, там, повесьте, да, большой такой же, полный перед глазами висел, 100 дней, чтобы у вас прям вот было написано, кружочек обвезен красным, первый день и сотый день. И зачеркивайте, что если вы все, допустим, сегодня вы делали, да, какие-то действия там, обучались, рекрутировали, приглашали, там, еще что-то делали, там, по заказам, да, знакомились с продукцией, то есть у вас были какие-то действия, но желательно, конечно, не 5-10 минут, но хотя бы 2-3 часа в день. Вы следующий день, там, можете подчеркнуть, зачеркнуть, там, крестик, не знаю, что, нолик поставить, то есть отмечайте, что вы этот день отработали. Тогда вы уже будете видеть, на каком дне, через сколько дней у вас уже появился опыт, через, когда вы бы стали более уже уверенными, это для того, чтобы у вас мотивация поднялась, что вы делаете, что, вот, у вас, когда вы зарегистрировались, вы ничего не знали, через, там, допустим, каталог, ой, вы уже вот вышли, там, на уровень, там, 9, сколько-то процентов, вы уже молодцы. Это тоже такая рекомендация. Следующий слайд у нас, это наши перспективы. Ну, многие уже знают, что наш каталог действует 3 недели. То есть, в чем преимущество? Зарплаты мы получаем 17 раз в год. 17 каталогов, 17 зарплат в год. Ни в одном, ни на одном предприятии мы, ну, никто такого не получает, да, 13-ю, и то не все. Мне это очень нравится, каждые 3 недели ходить в банкоматы и снимать денежки с карточки. То есть, вот, как бы, два каталога у нас были по 4 недели, честно говоря, стало тяжеловато, да, то есть, каждый раз в месяц получать зарплату хотелось бы все-таки уже почаще, привыкли мы за столько лет. У нас официальное отчисление в пенсионный фонд и налоговую, и путешествие за счет компании. Про путешествие мы уже говорили, Валя у нас выложила в чате вебинар про Болгарию. Что хочется сказать? Глаза боятся, руки делают. Поэтому, девочки, написали себе в план, запланировали, рассчитали. Кому трудно, пожалуйста, обратитесь ко мне, я с вами на эту, встретимся, пообщаемся на эту тему, распланируем, сколько человек в день нужно приглашать, как я уже сегодня писала, Настя, что одного человека в день мы регистрируем, вам в Болгарии просто обеспечено. Но чтобы регистрировать одного человека в день, опять же, как вы работаете, каким методом, холодным методом, больше усилий, на теплом рынке, меньше усилий, но все равно нужно работать. Просто так зарегистрировать, чтобы человек ничего не сделал, но нам это ни о чем, ни к чему, нас это не приведет. Так, следующий у нас слайд, это, ну, все это подведем итоги, да, какие же все-таки у нас основные действия на первом этапе. Первый, давать людям информацию, то есть приглашать, обучаться, и пользоваться продуктом. Думаю, что здесь все понятно. Чему же все-таки надо научиться? Понять суть бизнеса, что это не продажи. Сегодня я разговаривала по рекомендации с девушкой Сашей, и когда задала вопрос, Саша, что для тебя компания Арифлэм? Это продажи? Она сказала, да. Когда я ей объяснила, в чем суть бизнеса, препятствий с ее стороны просто не было, возражений никаких не было. Она сказала, да, мне интересно, я хочу попробовать. Дальше, поставить цель на год. Как я уже сказала, про коллаж, да, цель на год. Ну, кому-то тяжело на год. Давайте поставим на полгода. Создать странички для работы в соцсетях. Кто, кому тяжело работать со своими знакомыми, кто не знает, боится там, ну, я не знаю, всякое бывает. Давайте учиться создавать странички в соцсетях. Опять же, на нашем канале YouTube есть мои вебинары, прямо и написанные про страничек ВК. Да, со знакомыми проще, я с тобой согласна. И быстрее. Оказалось, да. Просто, когда ты знаешь, что ты хочешь, какая твоя цель, ты пойдешь туда просто, вот, ты будешь рассказывать всем на эмоциях, на позитиве, и люди, как вот, может, в какой-то степени неосознанно пойдут за тобой, потому что ты им рассказал от всего сердца, потому что это твоя истинная цель, истинная мечта. Вот, поэтому, пожалуйста, прислушивайтесь к советам спонсоров, создайте коллаж, или хотя бы, ну, цель пропишите, какую вы хотите. Создайте аккаунты для работы и регистрационную форму. Это тоже все у нас на Google есть. Да, и ты, да, правильно, Юль, и ты знаешь, что они хотят. Их легче мотивировать тем, что они хотят, чтобы они пришли в компанию Replay. Следующее, чему нужно учиться, это определить методы рекрутирования. Кто сомневается, обращайтесь, помогу, разберемся. И научитесь регистрировать новичков технически. Вот, в последнюю неделю мы, нам с девочкам, просто, времени не хватило научиться, поэтому вот за этот каталог давайте мы будем учиться и сами будем регистрировать. Но, опять же, как я уже говорил, да, мы строим веточку вертикаль и вертикально мы будем вот друг за другом, то есть нужно смотреть, кто кого пригласил. Но пока как бы путаницы в этом еще нет. Вот немножко про акцию расскажу, да, про рекрутинговую акцию. Сейчас акция работает на, когда мы подписываем в первый уровень лично, вот тогда наши баллы суммируются, мы можем получить какие-то подарки. Но, вот, ну, поэтому я и не пошла тоже на ноутбук, у меня просто будут сумочки. Мне выгоднее было все-таки регистрировать вертикально. Но, вот, разговаривала с Наташей Блиновой наш АСМ в сервисном центре, она сказала, следующая компания будет рассчитана на вертикальное построение структуры. Уж какие там будут условия, пока мы ничего не знаем, но вот 18 февраля заканчивается второй каталог и с третьего начнется компания, которая рассчитана на вот такое построение структуры. Все-таки компания прислушивалась к нашим советам, мнениям, да, желаниям и подстроила вот так вот рекрутинговую компанию. Ну, и следующее, чем нужно научиться, познакомиться с категорией В. Во-первых, это многобаловая категория. Во-вторых, если вы человека, как я уже говорю, посадите, да, на мастер-класс и на, по уходу за лицом и на категорию В. 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 Понравилась категория Вэллнс, очень легко регистрировать компанию Арифлейм. С категорией Вэллнс работают мужчины. Игорь, я помню, что я Оле обещала, я завтра обязательно тебе скину видео наших мужчин в компании Арифлейм. Вот мужчины, да, как бы уход за лицом это, не все мужчины это делают. как мне говорили, шампунек на 150 баллов не наберешь, но Вэллнс прям легко. И поэтому мужчины, которые поняли суть Вэллнс, начали применять Вэллнс и увидели результат, им легче приглашать на Вэллнс, им легче рекрутировать с помощью Вэллнс. Во-первых, потому что мы не говорим о косметике, да, мужчины как бы слышат слово Арифлейм и говорят, ой, я не крашусь, да, мы говорим о другой категории, это, опять же, повторюсь, многобаловая категория. То есть проблем с ЛТО просто не будет, если мы будем работать с категорией Вэллнс. Какие-то, если вопросы, пишите, пожалуйста, я с удовольствием отвечу. Ну, вот здесь вот заключение такой слайд, да, возможно все, но невозможно, просто требуется больше времени. Ну, наверное, новички посмотрят на себя, да, или кто-то вспомнит, кто был новичком. Что мы говорили, да, я не буду этого делать, я не могу, у меня не получается. А потом через какое-то время, а почему бы и нет, да, я хочу научиться делать 150 баллов, я хочу научиться приглашать людей. И следующий, да, такой, а как мне это сделать? И тут посыпались вопросы. Я пытаюсь. Я думаю, что многие себя видят, да, вот на этой ступеньке. Потом, ой, я могу, у меня получилось, я это сделала. И выходим там на какой-то уровень менеджера, директора, да. Это же так просто, да, вот я вам сейчас говорю, девочки, это же все просто, девочки, мальчики, извиняюсь, Игорь. Это все просто, это же все легко, нужно делать вот это, это, это. Я уже все это прошла, вы на пути к этому. Желаю вам, чтобы у вас все получилось, чтобы вы всего достигли и все, чтобы это у вас было.